Всем привет и хорошего настроения! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие мои единомышленники! Привет всем зрителям моего канала! Сегодняшним обзором мы продолжаем серию, посвященную замечательной, так сказать, серии дисков Владимира Высоцкого, выпущенных фирмой Melodia на концертах Владимира Высоцкого. В прошлом обзоре, если вы помните, мы обозревали первый из дисков этой серии. На всех дисках, их всего 21, у меня, к сожалению, в наличии имеется меньшее количество. Не хватает 6 дисков, буду их искать и собирать. Поэтому, так сказать, будем сегодня и вообще рассматривать, пока не получу оставшиеся экземпляры, то, что имеется. На этих дисках Владимир Высоцкий поет под гитару, запись сделана с концертов. То есть, никакого оркестрового сопровождения здесь нет. То есть, Владимир Семенович здесь, собственно говоря, такой, какой он есть, как он сам себя позиционировал. То есть, бард, исполнитель, поэт. Что интересно, на каждой из этих дисков есть на обратной стороне статья, которую написали люди, в общем-то, лично знавшие Владимира Семеновича. На всех дисках, соответственно, разные воспоминания. Вот, на первом там писали, собственно, авторы и собиратели этой серии. Статья шла от Абдулова и Шевцова, составителей. Вот, на четвертом, допустим, диске написал Роберт Рождественский. Замечательные слова. Известнейший поэт, символ времени. Вот, я могу даже зачитать. К его песням можно относиться по-разному. Их можно любить или не любить. Можно принимать или отвергать. Но долго спорить о них тоже можно. Но одно я знаю наверняка. Мимо песен Владимира Высоцкого нельзя пройти. И нельзя сделать вид, что их просто-напросто не существует. Сами песни не дадут этого сделать. Не дадут. Ибо они всегда заметны, всегда слышимы. И слышимость эта с годами не уменьшается, а увеличивается. Высоцкий писал очень личностные песни. Абсолютно свои. Можно даже сказать, что они от него не отрывны. И как от автора. И как от исполнителя. Песни были не только продолжением его дыхания. В них продолжалось и его сердцебиение. Грохотал пульс. Выявлялся характер. Распахивалась душа. Лучшие песни Владимира Высоцкого для жизни. Они друзья людей. В песнях этих есть удивительная добрая сила. Сила, которая помогает выстоять слабым и обрести уверенность растерявшимся. На иную песню можно опереться, как на плечо. Ибо есть какая-то особая человеческая надежность в этих песнях. С автором их можно пойти куда угодно. В разведку, в тундру, в космос. Да, хоть к черту на рога. Но прежде всего песни Высоцкого наполнены правдой. Кажется даже, что и пел-то он не песню, а правду. Правду крутых характеров. Правду жизненных ситуаций. То высоких, то нелепых. Правду изречных человеческих проблем. Правду боли и нежности. Правду своего времени. И получается, что говорил и пел он то, о чем жаждали и не умели сказать и спеть самые обыкновенные люди. Пел не только о них, но еще и за них. От их имени. Поэтому он был так понятен людям и так дорог им. Поэтому они и называли его своим другом. Безоговорочно считали своим певцом. Впрочем, нет, не певцом. Это другие были певцами. А он был Высоцким. Роберт Рождественский. Замечательные слова. Замечательный отзыв. Замечательного человека о действительно замечательных песнях. Замечательного, выдающегося исполнителя, автора, поэта. Высоцкий – это наше все, как сказал один из моих единомышленников. Так говорили о Пушкине и говорят. Но я считаю, что в этом есть огромная весомая доля истины. Чтобы не, так сказать, утомлять вас прослушиванием всех этих песен на дисках, скажу коротко. Какие-то песни нравятся всем, какие-то некоторым. Нет человека, который любил бы абсолютно все творчество Высоцкого, потому что есть разные песни у него по разным жанрам. Но вот что мне, так сказать, в нем характерно, так сказать, проступает и рельефно выпячивается – это вот в его творчестве. Это то, что у него песни написаны про жанр. Есть отдельный цикл песен, посвященных альпинизму, которым он увлекался и болел. Есть замечательные песни про Великую Отечественную войну. Хотя он не принимал в ней участие, но песни написаны так, что люди, которые воевали, начинают думать, раньше думали о том, что, да, Высоцкий, может быть, на их фронте он был, воевал. Спрашиваю у него, Владимир, где вы воевали, в какой части, на каком фронте и так далее. Есть песни о спорте. Есть песни, посвященные русским народным сказкам. Есть целый цикл так называемых блатных песен, тогда уже было это слово, ну, Выспа, выполненных в жанре, да, вот таком, блатного исполнения. И среди них есть, среди всех этих песен, разбитых по циклам, в каждом цикле попадаются интересные мне и не очень. Ну, я думаю, не только мне. Я сейчас говорю о своем субъективном восприятии. Вот, поэтому давайте мы, наверное, так сказать, чтобы не слушать пластинки целиком, попробуем рассмотреть некоторые, так сказать, его произведения вот по группам. Вот сегодня, допустим, я хочу рассмотреть его юмористические песни. Есть такой целый замечательный его цикл. Он писал там о ситуациях в быту, о ситуациях там на таможне, о ситуациях в правительстве советском в те времена. Вот. Очень точно, очень точно и образно описывал быт советских людей. Вот. Много песен посвящено проблемам выезда за рубеж и так далее и тому подобное. А вот сегодня хотелось бы послушать некоторые из его песен. В частности, сейчас у нас стоит четвертый диск проигрывателя. Здесь меня вот интересует в числе прочих песен. Песня называется «Поездка в город». Такая с замечательным юмором. Написана о том, как из какого-то отдаленного села, наверное, в город снаряжали мужичка за покупками и давали ему наказы. Единственное, хочу сразу извиниться и предупредить. Здесь на дисках, как вы видите, как вы знаете, как вы понимаете, записи концертов. То есть она без перерывов на песни. Дорожки звуковые слиты в одну единую огромную большую дорожку. Границ между песнями здесь не видно. Это не цифровой аппарат и не магнитофон, на котором по отметкам можно искать записи. Поэтому будут иркаться, простите, пожалуйста, в поисках песни. Может быть, не сразу мы ее найдем. Как и эту, так и следующую, последующую. Поэтому прошу отнестись с пониманием. Итак, вот как вы видите на диске, песня «Поездка в город» на второй стороне. По счету раз, два, три, четыре, пять. Шестая. После нее еще две песни есть. Давайте попытаемся ее найти. Попытаемся найти доступными нам, так сказать, методами. Будем прицеливаться на шестую песню, после которой еще две должны быть. Если сразу не попаду, не обижайтесь. Шуточная песня «Поездка в город». О, поймали. Я самый небьющий из всех мужиков, во мне есть моральная сила. И наша семья большинством голосов, снабдив меня списком на восемь листов, столицу меня снарядила. Значит, чтобы я привез на хе с еленым мужем по дохе, Чтобы брату с папой кофе растворим. Мой двум невесткам по ковру, зятью черную икру, Действию что-нибудь армянского разливу. Я ранен, контужен, я малость боюсь. Забыть, что кому, по порядку. Я список вещей заучил, а наизусть. А деньги зашил в запад кладку. Ну, значит, брату две тахи. Сестрин муж, я мудухи. Тей сказал, давай, бери, что попадется. Двум невесткам по ковру, зятью беличью икру, Куму водки литра два пущай, зальется. Я тыкался в спины, блуждал по ногам, Шел к грудью к плащам и рубахам, Чтоб список вещей не достал себе врагам. Его проклотил я без страха. Но помню шубу бросить, брат, Куму с бабой все подряд. Тейстю водки ереванского разливу, Двум невесткам по ковру. Зятью беличью заячью нору, А сестре плевать чего? Ну, чтоб красиво. Да что ж мне, что ж мне пустым возвращаться назад? Ну, вот я набрил на товары. Какая валюта у вас, говорят? Небось, говорю, не товары. Так что давай растворимые мне махры, Сядь под огнем без икры. Тейстю, мол, даешь духи для похмелки. Двум невесткам это все равно, Мужу сестрину вино. Ну, а мне вот это желтое в тарелке. Не помню про фунты, про стервень и слов. Страшенный ужасной загадкой. Зачем я тогда проливал свою кровь? Зачем ел тот список на восемь листов? Зачем мне рубли за подкладкой? Мне все же надо взять доху, Взять у кофе на меху. Тейстю хренакум и пиум обойдется. Так же взять коньяк в пуху, Растворимую сноху. Но обратно и самогонам перебьет путься. Вот такая замечательная песня о том, Как перепутал все на свете этот посланец в город. Была она на четвертом диске. Ну, а мы сейчас с вами давайте послушаем Диск под номером 6. Там на первой стороне этого диска Есть такие интересные песни, Как «Утренняя гимнастика». Наверное, вы ее, в принципе, знаете и слышали. И вот «Жертва телевидения». Тоже из юмористического цикла Владимира Семеновича. Так, итак, слушаем вторую и третью песню С диска под номером 6 Владимира Семеновича. Его, как я уже сказал, юмористический цикл. Так, пытаемся найти вторую песню, Которая у нас будет «Утренняя гимнастика». Так, неправильно. «Утренняя гимнастика» здесь первая песня. Это диск называется «Чужая колея». Я попробую сразу записывать. Я вообще не люблю. И вы все собрались за тем, чтобы слушать песни, Поэтому я сразу же приступаю к делу, да? И не буду ничего особенно рассказывать. А если вас правда обо мне что-то заинтересует, Или о театре, в котором я работаю, Я с удовольствием вам расскажу в конце. И подавайте в письменном виде вопросы. Лучше, конечно, о творчестве, чем из личной жизни. Договорились? Я хочу спеть вам песню, Которая называется... Вдох глубокий, руки шире, не спешите. Три-четыре, бодрость, дух, грация и пластика. Общеукрепляющие, утром отрезвляющие, Если жив пока еще, гимнастика. Если вы в своей квартире, Лягте на пол, три-четыре, Выполняйте правильно движение. Прочь влияние извне, Привыкайте к новизне, Вдох глубокий, до изне, Можения. Очень вырос в целом мире Гриппа, вирус, три-четыре, Ширица растет заболевание. Если хилый сразу гроб, Сохранить здоровье, чтоб Применяйте люди, оп, тирания. И если вы уже устали, Сели, встали, сели, встали, Не страшны вам Арктика с Антарктикой. Главный академик Йоффи Доказал коньяк и кофе, Вам заменит спорта профи. Ладдика, разговаривать не надо, Приседайте до упада, Да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, Обтирайтесь чем придется, Водными займитесь процедурами. Не страшны дурные вести, Мы в ответ бежим на месте, Выигрыш же даже начинающий. Красота! Среди бегущих, первых нет и отстающих, Бег на месте общепримиряющий. Есть телевизор, подайте трибуну, Так прору, разнесется на мили, Он не окно, я в окно и не плюну, Мне будто дверь в целый мир прорубили, И все на дому, самый полный обзор, Отдых в Крыму, ураган и Кобзон, Фильм, часть седьмая, тут можно поесть, Потому что я не видал предыдущие шесть, Врубаю первую, а там ныряют, Ну это так себе, а с двадцати, А ну-ка, девушки, что вытворяют, И все в передничках, с ума сойти. Есть телевизор, мне дома не квартира, Я всею скорбью скорблю мировою, Грудью дышу я всем воздухом мира, Ник сыновижу с его госпожою, Вот теперь раз иностранный глава, Прямо глаз в глаз, к голове голова, Чуть пододвинул ногой табурет, И я оказался с головой дед на дед, Потом ударники в хлебопекарне, Дают про выпечку до десяти, И вот, любимая, а ну-ка, парни, Стреляют, прыгают, с ума сойти. Как убедить мне упрямую Настю, Настя желает в кино, как суббота, Настя твердит, что проникся я страстью, Глупому ящику для идиота, Ну да, я проникся, в квартиру зайду, Глядь дома Никсон и Жорж Помпиду, Вот хорошо, я бутылочку взял, Жорж Пассашок, Ричард, правда, не стал, Ну а действительность еще шикарней, Врубил четвертую и на балкон, А ну-ка, девушки, а ну-ка, парням, Вручают премии в ОООН! Ну а потом, на Каначковой даче, Где, к сожалению, навязчивый сервис, Я и в бреду все смотрел передачи, Все заступался за Анжелу Дэвис, Слышу, не плачь, все в порядке в тайге, Выигран матч СССР-ФРГ, Сто негодяев захвачены в плен, И Махомаев поет в КВН, Но действительность еще кошмарней, Тут у нас два телевизора, Крути-верти, И тут, а ну-ка, девушки, А там, а ну-ка, парни, За них не боязно, С ума сойти! Не нужно, не нужно, пожалуйста! Вот такая, вот такая, по-моему, На сегодняшний день актуальная песня Про телевидение «Глупый ящик для идиотов», Как его справедливо обозвал Владимир Семенович, Вот, отсюда, так сказать, следует вывод, Что и по сегодняшний день Многие его песни актуальны, И, в общем-то, это искусство вечно! А сейчас я хотел бы вам поставить Получается у нас восьмой диск Владимира Семеновича Сейчас мы его аккуратненько поместим Вот, извините, приходится не совсем нежно обращаться с пластинками, Потому что неудобно в одной руке микрофон Значит, здесь, с восьмого диска На концертах Владимира Высоцкого Мне бы хотелось представить вам Любимую мной песню, Которая называется «Перед выездом в загранку» Такая вдумавшись в ее текст, очень потешная Вот, каково раньше приходилось, так сказать, нашим гражданам Чудом получившим допуск для выезда за рубеж, за границу Она у нас раз, два, три, четвертая получается на этом диске И мы сейчас с вами попробуем ее найти Четвертая, это у нас, ну не серединка еще Сколько я не стремил Так, сколько я не старался А вот после нее она идет Так, ищем Вот, уже почти нашли Вы извините за вот такие подергивания Подергивания, но, к сожалению, дорожек здесь не видно Практически нашли Пиши в рекламах популярных и странных певцов Но я не жалею Сколько я не старался Сколько я не стремился Я всегда попадался И все время садился И всю жизнь меня колят и ранят Вероятно, такая судьба Все равно меня не отщеканят На монетах за место герба Но я не жалею Но я не жалею Итак, перед выездом в загранку Перед выездом в загранку Заполняешь кучу бланков И это еще не беда Но в составе делегаций С вами едьте лично в штатском Париж За месяц до вояжа Инструктаж проходишь даже Как там проводить все дни Чтоб поменьше безобразия Потусторонних связь Чтобы ни Ни Лично в штатском паре Рыжий мне представился в Париже Будем с вами жить Я Никодим Полверн на Грузке Жил в Бобруиске Папа Русский Сам я русский даже не судим И исполнительный на редкость Соблюдал свою секретность И во всем старался мне помочь Он теперь по роду службы дорожил Моей дружбой просто день и ночь На экскурсию по Риму Я решил безникодиму Он всю ночь писал и вот уснул Но лично штатском оказалось Раньше боксом увлекался Так что не рискнул Со мной он завтракал, обедал Он везде за мною следом Будто у него нет дел Я однажды для порядка заглянул В его тетрадку просто и опалдел Он писал такая истеревая Что в Париже я на мэра С кулаками нападал Что я к женщинам не сдержан И влиянием подвержен Будто запада Значит личность может даже Заподозрить шпионажи Вы прикиньте, что тогда Это значит не увижу я Ни Риму, ни Париж Больше никогда Вот такая песня Сейчас, конечно, даже дико представить себе Что когда-то можно было бы вот так вот Оходить по Риму и Парижу В сопровождении куратора из КГБ Понимаете, да? Кто такой личный штатском? Это тогда в каждой делегации Присутствовал куратор из КГБ Отвечающий за то, чтобы не убежали За бугор Наши граждане Ну, а сейчас Хочу Вашему вниманию Представить Следующий диск И мы его с вами Прослушаем Некоторые песни С этого диска Итак В продолжение обзора Серии юмористических песен Владимира Семеновича Высоцкого Я хочу обратиться К Следующему его диску Диск номер 10 На концертах Владимира Высоцкого Вот такой Замечательный Десятый диск Выпущенный фирмой Мелодия В 1990 Уже году Как говорится Здесь В продолжении Предыдущей песни Про Поездку за рубеж Будет у нас Интересная Такая интерпретация Ситуации В СССР В тех лет Песня называется Мишка Шифман Ну, как вы понимаете По фамилии Шифман Мишка был Еврей Вот И собрался Уехать на землю Так сказать Предков В Израиль Из СССР Тогда тоже Выпускали Вот Нужно было доказать Так сказать Что ты В общем-то Еврей И можно было Ехать в Израиль А Мишка Шифман Поскольку ему скучно Было ехать Одному Пригласил С собой Последовать Убедил Вернее Отправиться в Израиль Своего друга Не еврея И вот Что из этого вышло В результате Мы сейчас В этой песне С вами Будем иметь Возможность Услышать Вот А также Поскольку они Идут Одна за другой Значит После Мишки Шифмана На этом диске На второй стороне Записана песня Милицейский протокол Тоже юмористическая Вот Про Еще один бич Советского Союза Да и Россия тоже Всей нашей Так сказать Русской жизни Про алкоголизм Милицейский протокол Называется Эта песня Итак Давайте послушаем Что там у нас Происходит Мишка Шифман Башковит У его предвиденья Что мы видим Говорит Кроме телевидения Смотришь конкурс В сопоте И глотаешь пыль А кого не попадя Пускают В Израиль Мишка Также сообщил По дороге В Мневнике Говорит Голду Мейер Я словил В радиоприемнике И такое Рассказал Ну до того Красиво Что я чуть был Не попал В лапы Тель-Авива Я сперва От был не пьян Возразил Два раза Я Говорю Маше Таян Стерва Одноглазая Агрессивный Бестия Чистый Фараон Ну а где Агрессия Там Мне Не резон Мишка Тут же Впал В экстаз После литра Выпитой И говорит Они же Нас Выгнали Из Египета Оскорбление Простить Не могу Такого Я Позор Желаю Смыть С Рождества Христова Мишка Взял Меня За грудь Говорит Мне нужна Компания Ведь мы С тобой С тобой Никак Не будь Здравствуй До свидания Мы Побретем Паломники Чувства Придавив Говорит Хрен Ль нам Мневники Едем В Тель-Авив Я Сказал Я Вот он Весь Ведь Ты же Меня Спас В Парту Но Груз Захвост Есть Русский Я По Паспорту Только Русский В родне Прадед Мой Самарин Если Кто И Влез Ко Мне Так И Тот Тотарин Мишку Шифман Не трошь С Мишкой Прочь Сомнения У Его Еврей Сплошь В каждом Поколении Он Дед Пролечом Разбит Бывший Врач Вредитель А у Меня Антисемит На Антисемите Мишка Врач Он Вдруг Затих В Израиле Бездные Ведь Гинеколога Под них Как Собак Нерезаны И нет Зубным Врачам Пути Слишком Много Просится А где На всех Зубов Найде Значит Безработца Мишка Мой Кричит Чертям Виза Или Ванная Едем Коля В море Там Изра Или Ванная Видя Мишкину Тоску А он В тоске Опасной Я Еще Хлебнул К моску И Сказал Согласный Хвост Огромный В кабинет Из людей Пожалуй Стар Мишки Там Сказали Нет Ну А мне Пожалуйста Он Кричал Ошибку Тут Это Говорит Я Еврей А ему Говорят Не Шивко Тут Выйден Из Дверей Мишку Мучает Вопрос Кто Здесь Враг Таинственный Ответ Ужасно Прост И Ответ Единственный Я В порядке Тьфу-тьфу-тьфу Мишку Пьет Проклятую Говорит Что За графу Не Пустили Пятую В Прошлое Так Если по юмору пошли продолжить Милицейский протокол Так считай по-нашему Мы выпили немного Не вру Ей бога Скажи Серега И Если бы Водку Гнать Не Запила То Че Б Нам Было С Трех Четырех С Пяти Бутылок Вторую Пили Близ Прилав У Закуточки Но Это Были Еще Цветочки Потом В скверу Где Детские Грибочки Потом Не Помню Дошел До Точки Еще Б Я Пил Из Хормушку С Устатку И Не Евши Но Я Как Стекло Был То Есть Растекленевши А Уж Когда Коляска Подкатила Тогда У нас Было Семьсот Нарыло Мы Правда Третьего Насильно Затащили Ну Тут Промашка Переборщили А Что Очки Товарищу Разбили Да Кто Бортвейном Узагубили Товарищ Товарищ Первый Нам Сказал Что Вы Уймитесь Что Не Буяньте Говорит Что Разойдитесь Ну На Разойдись Я Кстати Сразу Согласился И Разошелся То Разойдемся Но Если Я Кого Ругал Карайте Строго Но Это Вряд Ли Скажи Серега А Что Упал Да Кто От Помутнения Орал Не Свори Товарищ Товарищ Строго Правда Тут Мы Согласны Скажи Серега Ну Вот Он Простется Утром И Конечно Скажет Пусть Жизнь Осудит Пусть Нас Жизнь Огажет Так Отпустите Вам Там же Легше Будет Ну Чего Возиться Коль Жизнь Осудит Вы Не Летите Что Сережа Все Кивает Он Соображает Он Все Понимает А Что Молчит Так Это От Волнения От Осознания Так Сказать И Просветления Не Забирайте Люди Плачут Дома Детки Ему Жан Химки А Мне Медведки Там Все Равно Автобусы Не Ходят Метро Закрыто В Такси Не Содят Приятно Все Так Что Нас Хоть Тут Уважают Леди Подвозят Леди Сажают Раз Будет Утром Не Петух Про Кокорека Сержант Подымет То Как Человека Нас Чуть Не С Музыкой Проводят Как Проспимся Я Рубь Заначал Слыш Сергей Обохмелимся И Все Же Прат Трудна У Нас Дорога Эх Бедолаха Ну Спи Серега Да Вот Такая Нароучительно Поучительная Песня Вот Про Серегу И его Замечательного Друга Который Озвучил Все Их Переживания Давайте Посмотрим Что у нас Получилось В результате При записи На Магнитофон Даже Интересно Скверу Скверух Где детские Грыбочки Потом Не помню Дошел До точки Ну Чтоб я пил И с хормушку Сустатку И не евши Но я как Стекло бы То есть А стекленевши А уж Когда Коляска Подкатила Тогда У нас Было Семьсот Нарыло Мы правда Третьего Насильно Затащили Ну Тут Промашка Переборщили А что Очки Товарищу Разбили Да кто Бортвейном Узугубили Товарищ Первый Нам сказал Что Вы Уймитесь Что Не Буяньки Говорит Что Разойдитесь Ну На Разойдитесь Я кстати Сразу Согласился И Разошелся Кстати На мой взгляд Очень неплохо Записала Наша Сонька На такую Обычную Варечную Как я их называю Кассетку Прозрачную Да А ну Что там Вначале Вот так Вот Составляются Сборники Навязчивый Сервис Я им Приду Все Смотрел Передачи Все Заступался За Анжелу Дэвис Слышу Не плач Все В порядке В тайге Выигран Матч СССР ФРГ Сто Негодяев Захвачены В плен И Махамаев Поет В КВН Но Действительность Еще Кошмарней Тут у нас Два Телевизора Крути Верки И тут А ну-ка Девушки А там А ну-ка Парни За них Не боязно С ума Сойти А что это Такое Я же туда Записываю Высоцкого Владимира Семеновича Как-то так Интересно Получилось Семеновича Получился Такой Обзор Юмористических Песен Владимира Семеновича Высоцкого Далеко не Всех Которые У него Есть Возможно К теме Юмора Мы еще Вернемся А так Напишите Пожалуйста Интересно Будет В таком Виде Посмотреть Обзоры По Тематике Именно Про Войну У него Очень Много Замечательных Песен Про Войну Про Спорт Про Сказки Русские Народные Романтичные Песни И так Далее Все На этом Откланиваюсь Спасибо вам Огромное За внимание Дорогие Единомышленники Всем Всех Благ Счастья Здоровья Как говорит Мой коллега По работе И конечно же Хорошего Настроения До свидания Всегда с вами Сергей